врач одна из самых благородных и сложных профессий врачевание это путь и служение врачом нельзя стать за одну минуту врач совершенствуется развивается растет всю свою жизнь а жизнь становится работой а работа становится жизнью если в этом пути место личной жизни может ли человек выключиться для занятия чем-то для себя имеет ли он на это право как вообще живут врачи нам показалось интересно поговорить с вами об этом значит здесь у нас аденома левый верхний около щитовидной железы да вот это щитовидная железа вот мы поднимаемся к верхнему полюса вот она расположена вот собственно эту опухоль мы будем удалять плюс ситуация в данном случае осложняется тем что пациентки беременность поэтому операция направлена сразу на две цели с одной стороны мы лечим маму с другой стороны ее будущего ребенка владимир ванушка специализируется в эндокринной хирургии и онко эндокринологии в российской федерации заболевания щитовидной железы имеются почти у 40 процентов населения и этот показатель растет поэтому кроме операции который проводит доктор не менее цена его научная деятельность владимир эдуардович является соавтором множество современных клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы со школы я увлекался биологией химией физикой и наверно класса с восьмого я стал посещать кружки которые назывались юный медик и уже в восемьдесят третьем году попал в юный медик который был при первом московском медицинском институте что окончательно уже утвердила меня в выборе врачебной профессии и определился что я хочу быть хирургом наверное это тоже зависит от характера потому что это самый быстрый путь и самый быстрый результат лечения в отличие от других медицинских специальностей и сам процесс лечения и излечения более длительный да тут сделал операцию человек здоровый все зависит от тех навыков которые нарабатываешь но это может быть исключительно ситуация когда ты видишь этих пациентов что называется от и до от первых диагностических манипуляций там не знаю пальпации брюшной стенки чтобы знать руками что называется живот как как это говорят хирурги и вот если мы говорим о хирургической школе я очень благодарен именно факультетской хирургии первомеда потому что я прикоснулся к этой школе спасибо огромное моим учителям которые меня этого научили школа позволяет выйти из любой сложной ситуации если вот соблюдать определенные правила те самые нюансы поэтому я перфекционист хирургии это очень важно на мой взгляд естественно в свою очередь я теперь это передаю уже своим более молодым коллегам владимир эдуардович это один из лучших хирургов эндокринологов в нашей стране это абсолютно точно эндокринная хирургия это все-таки такая отрасль достаточно узкая где каждый практически кто занимается ей друг друга знает да это не так много людей и кто на что способен у нас до нашей специальности я возглавляю подразделение хирургическое под номером 2 где я работают замечательные коллеги которые каждый сам по себе уже искать большой самостоятельный хирург которые могут решать задачи любой службы с другой стороны мы продолжаем учиться потому что в хирургии да мы учимся всю нашу оставшуюся жизнь владимир эдуардович сердце нашего отделения но я точно знаю что я так то я есть своей профессии только потому что в моей жизни был владимир эдуардович и он меня всему научил и учит и продолжает учить я надеюсь будет с коллегами работать очень комфортно и приятно естественно мы должны как-то себя друг друга прежде соберечь вот всевозможных до взаимодействий межличностных мы друзья и мы стараемся как можно меньше друг друга расстраивать не нравится как кто-то из ординаторов подметил она сказала что владимир даже у вас по ходу операции все очень весело смешно все шутят слушать музыку а вот у моего коллеги как сказала она каждую операцию это маленький трагедии мы всегда слушаем музыку естественно у нас достаточно весело закрытая тема медицинский юмор всегда воспринимается обывателем но порой это попытка как бы объяснить защитить себя от профессионального выгорания да которое безусловно присутствует всегда поэтому мы его пытаемся не заставлять друг другу проблем чтобы сохранять нормальную атмосферу психологическую в коллективе которая помогает решать нам достаточно сложные серьезные задачи все спасибо большое надо покашлять еще раз ну отлично хорошо ну отлично значит сегодня лежать не подниматься активизация завтрашнего дня послезавтра мы отпустим вас дома вопрос так скажем ответственности он естественно может продолжается после выписки из стационара потому что могут быть отсрочены хирургические осложнения по своей сути вот как-то я для себя не разграничаю тот период когда моя ответственность заканчивается естественно я и морально юридически отвечаю за каждого своего больного который я оперирую и которую я впоследствии в большей степени наблюдаю рабочий день не заканчивается потому что уже после как мы закончим оперировать во первых у нас есть прием который начинается в 4 часа продолжается до 8 вечера вот то что но к сожалению другого времени что-то принимать пациент у нас нет я стараюсь принимать два раза в неделю здесь что действительно запись очень большая присаживайтесь к подушке и ложитесь так чтобы голова в глаза прокинута подбородок максимально вверх никогда нельзя экономить время на беседе с больным или с его родственниками то что должно быть самым ключевым в общении больного и врача это доверие пациент который идет на операции должен доверять хирург вопросы по операции за счет объяснили да хорошо анестезиолог не посмотрел еще пока нет да значит придет анестезиолог еще и у нас завтра первую очередь примерно это наверно 839 мне нравится моя профессия и опять же говорю психологически для меня важно то что это самый быстрый путь лечение до выздоровления пациента так значит завтра 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 у нас и два гиперпара да хорошо с этим решили ага удалось уехать вот в начале шестого три операции собственно говоря это привычный рабочий день вот сегодня обошлось без каких-то совещаний конференций поступило предложение от моих сказать близких знакомых участвовать вокально-инструментальном ансамбле это всего лишь на все вторая репетиция вот бас-гитару я не держал в руках соответственно девяносто пятого года потихоньку надо входить в форму вспоминать как играть работа занимает очень много времени практически все мы живем на работе поэтому когда есть какое-то еще замечательное дело это всегда полезно идея какая мы все закончили первый мединститут первый мединститут все равно наш альматор в разных этапах все играли в рок-группах Владимир Владимирович это легенда вообще первого мединститута для тех кто там учился и даже для меня он был такой легендой моя сестра училась на его песнях она приехала из Сеченовца году так в девяносто там шестом это лагерь где Владимир Владимирович уже к тому моменту лет восемь был за урок звездой и у меня даже заподозрилось что-то что она в него влюблена это моя сестра наверное все там были влюблены это факт мы согласились по-моему ну не все ну не все но у меня замысел был прекрасен у нас пока ни черта не получается так как замысел у нас все вторая репетиция мы только на самом старте находимся ну что давай сыграем что-нибудь давай ну что-то типа группа которая играет на танцах цель это некие локальные события небольшие конгрессы где можно потом вечером на товарищеском ужине выступить поиграть какие-то песни общеизвестные пока никаких запланированных концертов нет пока надо как-то пообщаться, сыграться продумать репертуар как только мы будем готовы и сразу что-нибудь придумаем что-нибудь у нас и о пуске на и до 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 И мы все собрались, И сегодня в этом зале Про вас поём. Даже большой друг пришёл, И нам всем стало хорошо, И мы решили не спеть. Аллилуйя! Молодцы, Аллилуйя! Пришло время прощаться. Заботьтесь о себе, думайте о своём здоровье. А мы, мы всегда рядом. Субтитры создавал DimaTorzok